Не все то красиво, что на всеобщем обозрении находится. Граффити – вид уличного искусства, широко распространенный в нашем городе. Местные власти поддерживают художников в их работе, когда это действительно украшает городской пейзаж. Но есть откровенно вандальные проявления в росписи стен. И для этого художники не тратят время на поиск подходящего полотна. Обычно, где проводят свободное время, там, как говорится, и творят. Вернее, вытворяют. А после их творение, но уже как головная боль, переходит к управляющей компании. Вот так, вооружившись валиком, кисточками и большим количеством краски, Валентина, маляр-штукатур, оттачивает азы своей профессии. Я считаю, что это молодежь, наверное, заглючает просто. Это же не взрослые люди, молодежь же. Хулиганят. Вот какие-то надписи. Это же не так просто «Я тебя люблю». А вот, смотрите, иероглифы какие-то. У этих иероглифов в данной ситуации есть вполне понятное название. Вандализм – это порча зданий и сооружений, порча общественного имущества и общественного транспорта. Я процитировал не просто словарь, это статья 214 Уголовного кодекса. И если кто-то думает, что граффити на общественных зданиях – это вид искусства, то он глубоко ошибается. Это уголовно наказуемое деяние. Деяние наказуемое, но труднодоказуемое. Тут уж надо поймать по личным. Жители этого же дома могли бы помочь сотрудникам полиции, сняв хулиганские действия на видео, так как это и в их материальных интересах. Подъезды, стены, а также балконные двери становятся площадкой для горе-художников в их творчестве, бороться с которым приходится за счет жителей этих же домов. Закрашивание таких вот творческих проявлений относится к категории работ по косметическому ремонту. В 2016 году было 76 таких случаев вандализма, было потрачено порядка 300 тысяч рублей. Я хочу пояснить, что эти деньги взяты не откуда-то. Это деньги с текущего ремонта, который граждане сдают на ремонт своего общего имущества. А мы вынуждены отвлекать его вот на эти вот надписи на стенах наших зданий. Управляющая компания закрашивает надписи. То ли на радость местным жителям, то ли готовя полотно для новых творческих позывов у вандалов. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ.